Сегодня немножко поговорим о мразе за рулем и не только. Да, я бачу. Да, я бачу. На пешеходном переходе, не сбавляя скорость, с мигалками и сигнализацией своей это избивает женщину. Вроде как жива осталась. Мразь, ну безусловно. Но не самая большая. Самая большая мразь, та, которая на странице патрульной полиции в Черновицкой области, написала вот этот пост. Сегодня около 16 часов произошло ДТП с пострадавшими с участием служебного автомобиля патрульных. Экипаж направлялся на срочный вызов грабеж и двигался по улице Главной с включенными звуковыми сигналами и проглесковыми маячками синего и красного цветов. Вдруг, не убедившись в безопасности движения, не отдавая предпочтения для движения служебного автомобиля и разговаривая по телефону, на нерегулируемый пешеходный переход выбежала женщина и попала под колеса автомобиля. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают. И пока обстоятельства, как они пишут, устанавливаются, они уже дали оценку этому, понимаете? Причем, мне интересно, почему не написали, что она была пьяная, например? Ну вы же любите такое писать, да? Пишут, разговаривала по мобильному телефону. Ну это точно? Ну хорошо, окей, разговаривала. Это запрещено, есть какие-то ограничения. У нас есть ограничения для водителей. Для пешеходов таких ограничений нет. Тогда зачем это писать? Должна ли была женщина убедиться в безопасности своего этого маневра? Ну конечно же должна была. Но опять-таки возникает вопрос. Слышала она? Не слышала. Видела? Не видела. Вот этого у нее нет, вот такой обязанности. Но вот у этого водителя, в форме похожей на полицейскую, который будет потом прикрываться пунктом 3.1 ПДД, что он имеет право отступать от правил дорожного движения, такая обязанность есть. В пункте 3.1 написано, что он может отступать от правил дорожного движения, ну это от определенных, не от всех, конечно, от определенных, но при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Поэтому в таких вот случаях, даже если женщина там и не права, но не она должна была обеспечить безопасность дорожного движения, а вот этот вот водятел. А вот те, кто вот так вот пишет и пытается сразу перекинуть на женщину вину в этом ДТП, вот это самые настоящие мрази. Подписывались лучше фамилии, а то пишут патрульная полиция, фамилию пишите, кто это написал, чтобы все знали ваши фамилии. Все. Каждый делал то, что мог либо. Я просто совру и сказал, что здесь был выбор. У меня была мечта, никаких х**ных игр. Я всего лишь хотел оплатить ее.